В Владивостоке во Всероссийском детском центре «Океан» состоялся форум, в котором приняли участие представители детских общественных советов приуполномоченных по правам ребенка российских регионов. К Рачаевой Черкесию вместе с уполномоченной по правам ребенка в регионе Натальей Бондаренко представляли Ильяна Анишева, Кира Никиташенко, Татьяна Белова, Анастасия Батракова и Никита Деньгу. Своими впечатлениями о поездке в Владивосток ребята поделились в пресс-центре студии телевидения. Я бы сказала, что впечатления и эмоции, которые я получила в «Океане», я запомню еще на всю свою жизнь, начиная с перелета, заканчивая тем, что я там увидела, с кем познакомилась. Мне очень повезло с отрядом, мой любимый 12-й отряд. Мне очень повезло с ребятами, которые там были. Мы стали одной командой. Они мне, и как и я, мы все друг другу помогали на разных проектах, когда мы презентовывали что-то. Нам очень повезло с нашими вожатыми, которые, так скажем, взяли нас за руку и повели осматривать этот новый для нас мир, потому что мы все в Владивостоке были первый раз. И вожатые, которые родом оттуда, нам много всего рассказывали, рассказывали нам множество легенд, рассказывали вообще, как вот океан работает изнутри. И впечатление просто океан, я бы вот так вот сказала. Я со своим партнером Детского общественного совета Кировской области. У нас федеральный проект, так как мы начинали его делать еще в Москве на первой встрече федерального совета. Федеральный проект называется «Кнопка безопасности». Зерно его заключается в том, что это будет кнопка, благодаря которой ребенок, который заподозрил какую-то неладную ситуацию в школе, так как мы знаем, что сейчас, к сожалению, теракты в школах, терроризм начал повышать свою статистику. Чтобы ребенок не вызывал никаких подозрений, чтобы не тратил время на звонок, ему стоит всего лишь нажать на эту кнопку. Прежде этого он должен при зачислении в школу сканировать QR-код, закачивается приложение, там он регистрируется. И дальше, если он, не дай бог, конечно, она ему понадобится, но если понадобится эта кнопка, просто нажимает, и это переадресовывается вызов службы. Я привезла вот такого вот крабика. Это символ океана. На самом деле, очень интересная, классная и незабываемая история, связанная с этим крабиком. Я бы сказала, что это единственная игрушка из всех моих игрушек, которые у меня есть, с которой я сплю постоянно. Мне прям некомфортно, если его рядом нет, потому что столько прекрасных моментов ассоциируется с ним. Это уже как частичка моей души стала. Классный Федот, можно я с ним тоже поздороваюсь? Салам алейкум, Федот! Надеюсь, тебе будет уютно у нас на Кавказе. После Владивостокских, Приморских таких вот холодов, я думаю, ты согреешь его своим теплом. Думаю, я уже его согрела. Мне невероятно понравилась поездка в океан, и в первую очередь мне, конечно, повезло с отрядом и с моими вожатами, которые в нужный момент были веселыми, а в нужный были серьезными и могли нам что-то важное и мудрое рассказать. И больше всего мне запомнилась встреча с уполномоченными по правам ребенка по регионам, на которой мы смогли задать им вопросы, узнать о работе детских общественных советов в других регионах, о том, как они работают и как там принимаются дети. Мы узнали о тех проектах, которые реализовываются в других регионах. И также мне очень понравилась встреча с Марией Алексеевной Львовой-Беловой. Это уполномоченная по правам ребенка при президенте, потому что мы также смогли с ней пообщаться. Причем это была максимально уютная обстановка, в которой мы узнали, как факты про нее именно личные, про то, как... про ее семью, про то, как она живет. И также узнали, как она вообще нашла себя, как она пришла в эту сферу. И это было невероятно интересно и мотивирующе. И как раз-таки я еще сильнее погрузилась в тему детских общественных советов. Сейчас я заметила такую проблему, что дети не верят в то, что их услышат, если они куда-то обратятся, что их поймут и примут. И это связано в сфере психологической. И, например, может, у ребенка есть какая-то идея, но он просто не верит в то, что это как-то осуществимо. А именно на форуме я поняла, что все это возможно, и любой проект можно осуществить, главное этого захотеть. И именно в океане я увидела, что все невозможное может стать возможным. Никита, вот во время этой поездки случилось, может быть, нечто, что тебя особенно поразило и впечатлило? Да, конечно, такие ситуации были, которые меня просто иногда шокируют. Я очень часто бываю в разных лагерях, на разных форумах. И были такие случаи, что я виделся с ребятами во Владивостоке, вообще, с которыми я виделся в Артеке, в Москве. Вот, допустим, я познакомился с одним парнем в Москве, мы с ним жили в одном номере, в гостинице Измайлова. И так получилось, что я узнал, что он тоже пойдет вместе со мной в океан. Я просто, я очень сильно этому удивился, и мы с ним договорились, что мы придем с ним разные друг к другу, скажем так, сувенирчики, чтобы поменяться опытом. И я очень долго ломал голову, что же можно ему подарить. Потом нашел офигенную статуэтку горца. Вот она прям такая красивая, он прям в таком костюме просто. Я сразу понял, что это ему очень понравится. Ну и, конечно, я ему еще подарил магнитик с флагом Карачао-Черкесии и брелок. Ой, он был очень рад этому, мы с ним тогда уже увиделись в океане. Он просто был, наверное, в шоке, что мы с ним вот так вот в Москве и Владивостоке. Это же просто разные концы света. Как такое может быть? И мы с ним увиделись. Я ему подарил вот свой подарок, а он мне подарил магнитик из бересты. Его дедушка сам их делает. Они очень красиво, ой, красиво, они очень классно пахнут. Я прям очень удивился. И еще он мне подарил маленький оберег, который я теперь постоянно ношу с собой. Приятно, правда? Очень. Ну а о самом форуме какие впечатления остались? Я очень люблю всякие форумы. И этот мне запомнится надолго, потому что там были многие мои друзья и знакомые, с которыми я очень хорошо сдружился, познакомился. И очень много впечатлений я увезу оттуда. Понятно, о красивом можно говорить много. О полезном? О полезном. Мы встретились с уполномоченными со всех регионов. Мы вынесли очень много оттуда полезного. Они нам много чего рассказали о каких-то проектах. Мы им позадавали свои вопросы, о которых многие нас интересуют. Помимо рабочей программы у нас была предусмотрена также экскурсионная программа, на одну из которых я попала. Мы ездили в город Владивосток. Этот город очень красивый. Он очень отличается от нашего города тем, что он намного больше. Это первое. А второе — это архитектура. Там смешана архитектура Санкт-Петербурга, Севастополя и также Москвы. На вторую экскурсию я, к сожалению, не попала. Зато я попала на эту экскурсию. Это была экскурсия в океанариум. И она мне очень запомнилась, потому что там было несколько залов. Это было как отделение, где были морские обитатели, где были пресноводные обитатели. Там был тропический зал и также доисторический. И вот мы узнали очень много нового о животном мире именно в воде. Узнали о животных, которые обитают во Владивостоке, в его морях. И также узнали о доисторических животных. И это было очень познавательно и интересно. Я большую часть провела в больнице. То есть там больше народа я могла узнать, познакомиться с ним. А народ-то какой был? Местный? Народ был совершенно разный, потому что я лежала в такой больнице. То есть она была с нами. И совершенно со всех частей Владивостока, со всего Приморского края там был народ. Вот так же. И там также были иностранцы. Мне столько историй рассказывали про то, как раньше, в прошлые времена, именно народ Владивостока, то есть русские люди, относились к азиатским людям. То есть людям с азиатской внешностью. А раньше девушка вот рассказывала то, что вот я как представляла то, что вот Кореец к нам приедет, у него будут такие большие клыки, он будет такой огромный, высокий. Мы так их боялись. Вот просто очень сильно. Вообще, Всероссийский детский центр «Океан» — это возможности. Это новый старт для нас, для тех детей, которые туда попали. Это море впечатлений, океан впечатлений, как сказала Лиана. Вот. И я считаю то, что очень здорово то, что наша республика дала нам такую возможность поехать туда. То есть мы очень много узнали. Хоть я была совсем немного, но на тех семинарах, на тех элективах, в которых я успела побывать, я уже для себя взяла что-то, и уже могу даже с чем-то этим опытом поделиться с окружающими людьми. Вот. То есть настолько очень продуктивно у нас были дни. У нас не было ни минуточки, чтобы такие вот прям все плотненько-плотненько. Даже наши вожатые говорили то, что это ваш старт. Вы приехали сюда учиться, вы не приехали сюда отдыхать. Потому что здесь начинается ваше начинание, здесь ваш путь успеха только здесь. Вот. И нам, правда, и вожатые, и программа, и вот то, что для нас сделали, это, думаю, для многих ребят помогло им развиться в их начинаниях, осуществить их проекты, получить гранты. Вот. Это очень здорово. Прям я рада, что мне довелась такая возможность поехать во Владивосток. Это очень здорово. Эта смена была для нас как совмещение приятного с полезным. Кроме того, что мы успели насладиться прекрасным морем и этим прекрасным цветом, мы также получили очень много советов, очень много новых мастер-классов мы увидели. Очень со многими интересными людьми, у которых огромный опыт уже за спиной мы познакомились. И я уверена, что эта поездка поможет нам развивать наш совет. Чтобы дети, которые будут входить в наш совет, видели самые инновационные техники, которые мы будем разрабатывать, разные практики, разные проекты, которые мы уже где-то представляли, будем презентовать ребятам, чтобы они видели пример. Поэтому, я думаю, такие форумы для нас – это просто кладезь сокровищ, кладезь знаний, которые мы привозим к нам домой. И рассказываем Наталье Александровне, рассказываем детям, которые с нашего совета. И это просто невероятно. «Живите, творите и мечтайте» – таков был лозунг прошедшего форума. И кажется, им по-настоящему прониклись все его участники. Хочется надеяться на то, что все, о чем они сегодня мечтают, обязательно станет реальностью завтра.